МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. В Одессу вернулись пограничники, которые три месяца охраняли кордон с оккупированным Крымом. На жаль, на сегодня не вычерпанный конфликт. Добро пожаловать на борт. Одесситам провели экскурсию по военным кораблям. Решили поддержать наши вооруженные силы и показать нашим детям суда, которыми мы гордимся. Высотка вместо сквера. Жители домов на Сахарова вышли на митинг против стройки в их дворе. Угрожали. Не отойдешь, челюсть выбьем. Эти и другие темы далее в программе. Здравствуйте. О событиях страны и города для вас сюжеты корреспондентов главного телеканала Одессы. Студия Антон Равицкий. Вы смотрите «Время Одессы» на Первом городском. День тишины. С 8 утра украинские войска на Донбассе находятся в режиме прекращения огня и не ведут никаких боевых действий. Террористы игнорируют перемирие. По сообщению генштаба, они атаковали наши позиции из минометов, гранатометов и зенитных установок. Украинские бойцы огонь в ответ не открывали. В СНВО заявили, что решение о продолжении Дня тишины примут в среду. Всего за последние дни в зоне АТО погибло 6 украинских военных. Как минимум 7 ранены. В плену у боевиков остается около 700 человек. Минобороны готовят обмен пленными. Большинство планируют освободить еще до Нового года. Вернулись домой. В Одесском погранотряде торжественно встретили бойцов, которые три месяца охраняли административную границу с оккупированным Крымом. Героев тепло встретили родственники и боевые товарищи. Подробности в сюжете Дмитрия Далматова. Уставшие, но довольные пограничники впервые за три месяца увидели семьи. Бойцы выполняли оперативно-боевые задания в районе Крымского перешейка. Было трудно и опасно, но, к счастью, домой вернулись все 156 человек. Скучала, переживала, нервничала, не спала. Я переживала, конечно. Я знала, что все будет хорошо. У меня вообще умничка. Мы все понимаем, ради чего они там. И это главное. И это придает нам силы. И слава этим героям. Рядом с оккупированной территорией бойцы служили, как на пороховой бочке. Никто не знал, чего ждать от агрессора. Пограничники говорят, до открытых столкновений не дошло. Но российские военные регулярно устраивали провокации и пытались взять на испуг. Были там такие, может быть, демонстративные действия со стороны русских. Выезжали на позиции, направляли стволы танков. То есть вот так вот. Ну, а потом к вечеру заезжали обратно в свои выкопанные позиции. То есть прятались. Вместе с пограничниками, целым и невредимым, вернулся верный пес Макс. Четвероногому всего два года, но он безошибочно отличает своих от чужих. Он своих только всегда знал. Чужие, там сразу голос. Сразу, как звоночек. Это уже третий отряд одесских пограничников, вернувшийся на ротацию. Все поставленные задачи успешно выполнены. Но кордон с оккупированным Крымом до сих пор нуждается в усиленной защите. Хочу подяковать за то, что вас хватило терпения. На жаль, на сегодня не вычерпанный тот конфликт, который есть на сходе Украины и на административном кордоне с республикой Крым. И нам еще не одну группу придется встречать. Прибавшие бойцы сдадут оружие и уйдут в заслуженный отпуск. От 22 до 45 дней после реабилитации вернутся на службу. Свет и газ снова подорожают. Очередное повышение тарифов анонсировал премьер-министр Оршений Яценюк на заседании правительства. Кабмин решил поднять цены на энергоносители до рыночной стоимости. Это должно сократить дефицит средств нафтогаза, который сейчас почти в два раза превышает дефицит всего государственного бюджета. При этом правительство обещает сохранить льготы и субсидии для малообеспеченных семей. При этом Яценюк не уточнил сроки повышения тарифов. Не может быть такого, что вся страна работает только на одну компанию, на нафтогаз Украины, дефицит которой в этом году составил 110 миллиардов гривен. В противовес дефициту госбюджета, который составил 68 миллиардов гривен. Именно поэтому мы будем поднимать до рыночного уровня все энергетические цены и тарифы. Одновременно при этом обеспечивая льготы и субсидии тем, кто в них нуждается. Российская железная дорога отменяет поезда в Украину на следующий год. В компании заверяют, это решение связано с низкой рентабельностью перевозок, а не с политикой. В том числе с 14 декабря перестанут ходить поезда Москва-Одесса и Москва-Киев. Это не означает прекращение железнодорожного сообщения. Сейчас между Украиной и Россией курсирует 19 составов украинских. На них билеты по-прежнему продаются. В Укрзалезнице заверяют, что не собираются отменять эти поезда, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом объем пассажирских перевозок снизился почти на 40%. Высотка вместо сквера. Жители четырех домов по улице Сахарова вышли на митинг против стройки в их дворе. 16-ти этажку решили возвести еще 7 лет назад. Работы несколько раз останавливались, а сейчас возобновились. Люди называют стройку незаконной и борются с ней своими силами. Накануне снесли забор, а теперь вышли на пикет. В ситуации разбиралась Александра Мироненко. В небольшом сквере, где еще недавно гуляли мамы с детьми, появится очередная высотка. Осенью жильцы окрестных домов облагородили зеленую зону, высадили молодые деревья, убрали мусор и сухостой. В ноябре сквер обнесли забором и превратили в стройплощадку. Здесь хотят построить 16-этажку. Люди считают работы незаконными. Компания-застройщик уже 7 лет находится в состоянии ликвидации. Авторский надзор за строительством должна осуществлять организация «Главстрой». И эта же организация является подрядчиком строительства. Но данное разрешение не может иметь никакой юридической силы, потому что, согласно данных Единого государственного реестра, ООО «Главстрой» подано и находится в стадии ликвидации еще с марта, с 15 марта 2007 года. Два десятка жильцов улицы Сахарова вышли на пикет на Думскую площадь. Люди говорят, стройка нарушает все нормы безопасности. Высотку хотят возвести слишком близко к их домам. Горожане требуют остановить работы. Застройщикам пытались бороться своими силами. Накануне вокруг стройки снесли часть забора. После этого посыпались угрозы. И товарищ Мельник не приходит один. Он приходит с группой поддержки, которая разгоняет всех – женщин, детей. Угрожали – не отойдешь, челюсть выбьем. В интернете мы нашли список лиц управления Интостроем. Он там начальник отдела какого-то. Люди добились встречи с вице-мэром Вячеславом Шандриком. Он обещал разобраться в проблеме. В ближайшее время специальная комиссия должна будет выяснить, законно ли стройка. Александра Мироненко, Эдуард Шендерович, Первый городской. Задержали налетчика. Милиция поймала 39-летнего одессита, который грабил магазины. Мужчина оказался неоднократно судим, промышлял разбоями. Отбыв в тюрьме очередной срок, вернулся в родной город и снова начал грабить. Дожидался, пока все клиенты выйдут из магазина и требовал у продавца деньги, угрожая ножом. Сейчас задержанный в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Я рецидивист, у меня три особых режима. Пристрастился, грабил магазины, разбойничал с большим ножом мачете. Грабил магазины продуктовые, любые магазины. Из-за веерных отключений электричества во многих районах города не работают светофоры. Чтобы разгрузить трафик и избежать аварий, регулировать движение будут сотрудники ГАИ. Охватить все обесточенные пересечения дорог автоинспекция не в силах. На город выделили всего 14 экипажей. Это 28 сотрудников. Часть из них будут оформлять ДТП, остальные следить за ситуацией на дорогах. Проще говоря, регулировщиков выставят только на самых оживленных перекрестках. По необходимости будет направляться инспектор ДПС, который будет регулировать на перекрестке для того, чтобы устранить пробку. 8,5 тысяч детей в Украине болеют сахарным диабетом первого типа. В Одесской области около 500. Каждый год заболевает по 60-70 детей. Вылечить диабет невозможно. На этом спекулируют нечистые на руку дельцы. Они продают биологически активные добавки, настойки и таблетки. И заверяют, что с их помощью можно избавиться от недуга. Это неправда, но часто люди верят рекламе. Медики надеются, что скоро появятся современные лекарства. Пока же поддерживать нормальное состояние можно лишь с помощью ежедневных доз инсулина. Врачи заявляют, проблем с медикаментами для детей нет. Больные, страдающие сахарным диабетом первого типа, то есть дети в Одесском регионе, как и во всей Украине, обеспечиваются высоко очищенными генноинженерными инсулинами и аналогами инсулина. Это датские инсулины, немецкие, американские. То есть проблем с инсулинами нет. Дети обеспечиваются инсулинами бесплатно. В Украине скоро появится высокоскоростной мобильный интернет. Национальная комиссия объявила конкурс по продаже лицензий на связь 3G. Заявки на тендер будут принимать до середины января. На конкурс выставлены три лицензии. Стартовая цена каждой почти 3 миллиарда гривен. Не исключено, что мобильные операторы повысят тарифы, чтобы компенсировать затраты. Итоги конкурса планируют подвести в феврале. Победители тендера будут обеспечивать Украину высокоскоростным 3G-интернетом в течение 15 лет. Сейчас мы одна из последних стран, таких развитых, в которых нет мобильной связи третьего поколения. То есть у нас интернет мобильный, очень медленный. Если человек хочет посмотреть расписание поездов, купить билет в кино, посмотреть телепередачу, то это в принципе очень тяжело ему сделать, но практически невозможно. Добро пожаловать на борт. В честь Дня вооруженных сил Украины одесситам провели экскурсию по военным кораблям. Посетить можно было на выбор. Ракетный катер «Прилуки», десантный корабль «Кировоград» и фрегат «Гетман-Сагайдачный». Несмотря на холод и ветер, очереди на морвокзале выстроились огромные. Посмотреть на корабли и пообщаться с моряками пришли тысячи людей. На флагмане ВМС побывала и Александра Мироненко. Все ходим только со мной. От групп не отбиваемся. Вопросы есть? На борт фрегата «Гетман-Сагайдачный» пускают всех желающих. Экскурсию проводит экипаж. Сначала людей ведут на вертолетную площадку, потом в торпедный отсек. Посмотреть на лучшие корабли украинских ВМС люди приходили целыми семьями. Больше всего понравилось, конечно же, мальчишкам. Мне там все понравилось. Там прикольные ракеты даже есть, и торпеды. Это все-таки единственный день, когда сюда можно прийти. Кроме фрегата «Гетман-Сагайдачный» все желающие смогли побывать на десантном корабле «Кировоград» и ракетном катере «Прилуки». До оккупации Крыма они базировались в Данузлаве и Севастополе. Весной были передислоцированы в Одессу. Руководство ВМС говорит, экскурсии по кораблям стали уже традиционными. Все для патриотического воспитания. Корабли ВМС Украины, которые дислокуются на территории города Одессы, находятся на морском вокзале и имеют возможность провести экскурсии с метою військово-патриотического выхования, ознайомления граждан Украины и друзей Украины с их военно-морскими силами. Одесситы от экскурсии по кораблям в восторге. Надеются, что в скором времени Украина возродит военно-морские силы. Мы очень патриотично настроенная семья. Решили поддержать наши вооруженные силы и показать нашим детям суда, которыми мы гордимся. Нужно все-таки немножко развивать патриотичность детей. К сожалению, результат, мне кажется, отчасти того, что сейчас происходит, это отсутствие какого-то патриотического воспитания в течение вот этих вот 23-летней зависимости. Всего за день корабли посетили около тысячи человек. Александр Мироненко, Андрей Кульба, Первый городской. Это было «Время Одессы» на Первом городском. О событиях вам рассказывали наши корреспонденты и я, Антон Равицкий. Оставайтесь с главным каналом Одессы. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok